Привет, дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы сегодня вместе с вами продолжим битву пузырчатых рыцарей в игре под названием Angle Fight 3D. Мы сегодня продолжим открывать новые виды оружия, продолжим атаковать разными позами. И куда мы сможем достичь, ты узнаешь, если досмотришь ролик до конца. А также не забывай подписываться на канал Воблер, если ты еще не подписан. Ну что ж, поехали! Мы находимся на 12 уровне. Вот какие оружия у нас, дружище, есть. Мы их открыли с тобой в прошлых роликах. Самое крутое это у нас два револьвера. Они реально крутые и читерские. Мы сегодня попробуем открыть еще новые стволы. Давай нажимаем 1000. Нам откроется рандомный щит и меч. Да вроде бы у нас что-то уже было. Ладно, давай еще что-то откроем. Ребята, я уже в самом начале немножко заработал денег для того, чтобы открыть как можно больше оружия. Две булавы. У нас было два меча. Такие два меча. А теперь две булавы. Еще последний раз давай. Остальные мечи, я думаю, мы с тобой откроем уже дальше. Лук. Хорошо. Давай мы с тобой поиграем за лук. Потому что мы видели, как враг играл с луком. У него будет два меча. Ух ты, какая у него суперская поза. Я не понял, что это за штука еще будет спереди. Так, беру лук. Давай просто мы попробуем выстрелить и все. Давай. Уже какая-то дверь. Ну блин. Я так засмотрелся на эти коле двери, что не заметил, как враг нас атакует. Дело в том, что, дорогие друзья, эта дверь какая-то не даст нам высоко очень подлететь, чтобы атаковать сверху. Это что-то новенькое. Мы такого еще не видели. Хоть это третий ролик по этой игре, но это реально какое-то безумие. Нам надо как-то лететь так, чтобы не зацепить верхние колья, но в тот же момент нанести врагу серьезный урон. Давай вот так вот поставим оружие. Давай подпрыгиваем. Но летим! Блин, промазал! И тут получается ничья, но ничьи здесь нету. Тут всегда побеждает враг. Ничего себе, как сложно же. Мне кажется, что в принципе стратегия у меня была хорошая. Давай мы попробуем подлететь выше, да, чтобы он не смог нас задамажить. А в тот же момент мы постараемся как-то выстрелить из лука. То есть, представляешь, мы с тобой будем стрелять в полете. Ха-ха! Это будет безумие! Давай мы как-то лукну вот так вот, что ли. Чтобы он как-то вот сюда, смотри. А ну пробуем! Главное, чтобы он нас не задамажил, дорогие друзья. Давай, огонь, стреляй! Да! И я четко пролетел. Круто! Вот это воблер-лучник! Ха-ха-ха! Танцы довольные! Это победный танец! Ребята, я, конечно же, безумно рад тому, что мы победили. Но радоваться еще рано, потому что... Ого! Какой же будет крутой враг! Вы посмотрите, я выбираю, наверное, меч. Вроде бы нету никаких дверей, ничего нам не будет мешать. Наша задача сейчас как-то высоко подлететь. Чувак с какими-то читерскими стволами. У нас есть такое оружие. Мы знаем, что оно очень крутое. И мы должны именно задамажить в руки. Он, ребята, очень крут! Давай! Прыжок! Что получится? Давай! Да! Я ему в руки попал! Круто и замечательно. Но не стоит, ребята, расслабляться. Так как это вторая битва 12 уровня. У врага будет две булавы. Какая-то вообще непонятная поза. А мы будем с луком. У меня идея простая. Смотрите, давайте мы просто ляжем. Вот вниз как-то. Вот так вот. Наш чувак ляжет вниз и будет стрелять из лука. Смотрите, как он будет стрелять. Это вообще гониво какое-то. Вот это тактика воблера. Он будет стрелять с закрытыми глазами. Да! И полетел как-то вперед головой. Сажусь, ребята, в статую. Это что за штука вообще? Море какое-то. Такого у нас еще не было. Падаем взрывная. Да! И мы ломаем. Что это такое вообще? Это замок? Форт какой-то. Мы все разломали. И сейчас можем получить много денег. У нас открывается новое оружие. Это топор и щит. Ребята, у нас 13 уровень. Уже два противника. Я просто в шоке. Мне только что пришлось переиграть полностью 12 уровень с двух битв. Я открыл новое оружие. Это топорик и щит. А также мы сейчас с тобой откроем последние стволы, которые здесь есть в игре. Итак, у нас есть копье и щит. И последнее открываем. Здесь получается у нас два копья. Вот какие оружия здесь есть. Ну, конечно, самые щитерские это те, что стреляют. Это дробовики внизу и стрелы. Ну что ж, блин. Ну, не знаю, что выбрать на самом деле. Давай, наверное, пусть остается у нас два копья. Попробуем сразиться на 13 уровне. Посмотрим, что тут будут за противники. Я в шоке. И мне их надо как-то завалить. Короче, нам надо вниз пролететь. Потому что у них везде будет верхняя атака. Я думаю, что это будет довольно легко. Смотрите, мы сейчас просто ложимся, чтобы мы после прыжка прям лежали. Смотрите, вот так вот. Называется Нюхай землю, чувак! Я ногу поднял, так, фу, навонял. Вы посмотрите на моего персонажа. Это просто угар. Это что такое? Короче, вот так он летит и смотрит на свое коленка. Я давай вот так копье поставим. Другое чуть ниже. Я не знаю, просто на какую высоту они будут прыгать. Давай. Пошла жара. Давай двоих. Но одного завалил. Но второго. И второго. Отлично! У меня третье оружие прицепилось. Да, я крутой. Я с копьями такой. Ха-ха! Переходим к следующей битве тринадцатого уровня. Тут мы видим, что один персонаж, он с луком. У него будет вообще непонятная атака. Не знаю, откуда он будет атаковать. Вроде бы сверху. Вроде бы из середины. Короче, наша задача... Давайте мы еще выше. Вот сюда как-то поднимемся. Чуть ли не в небо куда-то. Вот так вот нога. Все спрячем. Сгруппируемся. Вниз выставим копья. Чтобы сразу проткнуть вот так вот. Оп. Сюда копье. Да подожди. Не туда. Ты куда персонаж-то двигаешься? А ну давай рука. Руку надо высунуть. Вот смотри. Вот так. Вот смотри. Точно мы должны его победить. Он не сможет по нам выстрелить. Давай. Прыжок. Ну? Блин. Он почти в меня попал. Ребята. Еле повезло. Но я танцую. Раз, два. Ха-ха. Победный танец воблера. Тринадцатый уровень и третья битва. Он снова атакует сверху вниз. Вообще непонятная атака. Не могу понять на какой же он будет в высоте. Значит мы должны еще выше. Вот туда залезть. Чуть ли не в небо. Как-то подпрыгнуть с самого начала. А теперь руки высунуть вниз. Чтобы нанести ему урон. Главное чтобы он нам не нанес. Вот так. Смотри. Мне кажется что должно получиться. Если мы промажем. То я проиграл. Ну? Да. Прям в руку и в шею. Замечательно. Это что вообще за статуя? Какой-то осьминог. Или это дедуля такой усатый. Бородатый. Зеленый. Прям яблочко. Да. Я ему в руку попал. И сразу две руки отвалились. Дабл дэмэдж. Воу. Чувака нету рук. Ребята. 14 уровень. И я такого еще не видел. Здесь уже 3 вражеских персонажа. Что мы выберем? Наверное надо брать уже двойные оружия. Конечно копья ребята. Навряд ли хотя одним луком. Давай попробуем одним луком сразу троих уничтожить. Это будет еще тот у нас челлендж. То есть мне надо правильно выставить. Выстрелить. Этот атакует как-то. Что происходит вообще? Что у вас за тактики такие? Ребята вы посмотрите какие смешные у них атаки. То есть первый будет атаковать как-то головой. Второй тоже головой. А третий. Вы посмотрите на позу третьего чувака. Я не знаю. Это просто угар какой-то. Короче пробуем. Я вот стрелу как-то выставлю. Вот так вот вперед смотрите. И все. Ничего не буду менять. Давай огонь. Пошла. Давай давай. Да. Всех троих стрела уничтожила. Правда я этого не увидел. То есть мы видели что шарики рассыпались. И все. Пузырчатые рыцари. Ай победа воблера. Да. Один будет лететь сверху вниз. Ну что. Лук самый читерский. У меня идея. Давайте мы нашего персонажа засунем вверх. Прям я не знаю. Он птицей будет какой-то. Короче он орель. Орель. Орел. Орлы должны летать. Вот. Давай мы сюда выстелим. Просто если мы промажем. То все. Давай хотя бы в ногу. Давай давай. Да. Прям в руку. Вторая битва. Четырнадцатого уровня. Пройдена с победой. Ха-ха. Ничего себе. У врага ребята. Лук и голова. Будет сложно по нему попасть. Мне кажется что с лука не надо. Потому что ну выцелить всего лишь голову. Это будет еще тот челлендж. А если мы возьмем то ли две булавы. То ли какие-то два топорика. Вроде бы это булава ребята. Похоже на булаву. Давайте. Мы сюда. Он будет по нам стрелять в воздухе. То есть мне надо будет эти булавы вниз опустить. Вот так вот. Одну. И вторую как-то еще ниже. Ну вот. Как-то так. Давай попробуем. Не знаю что с этого получится. Прыжок. Мне надо в голову попасть. Ну. Да. Он чуть не попал по нам. Мы выбрали правильную длину. Ну что ж. Привет. Я не знаю кто ты. Дедуля. Получай. На. Воблер. Тыщ. Его щупальца отлетели. Так это какой-то черепашка ниндзя ребята. Я не знаю почему у него была борода. Какой-то черепашка ниндзя мутант. Отлично. Пятнадцатый уровень. Оружие у нас ребята все открыты. Все в принципе нормально. Давайте попробуем с этим. Вот повоевать. Мы как-то с ним воевали. Прикольно. То есть одно длинное. Да. Такое. Копье. Ну что у него. Два пистолета. Ну ты чувак опасен. Так не честно. У тебя читерская тактика. Короче у меня будет еще читерская. Вот. И давай снова вверх. Я залезу ребята. Выставлю свое оружие вниз. Буду ему тыкать куда-то в голову. Ноги спрячем. Чтобы по нашим пузырям ничего не попали. У нас брони то нет. Вот воблер будет лететь. Прям как супермен. Вы посмотрите. Голову ровненько поставим. Вот так вот. Нет. Вот голова. Голова. Смотри вперед. Вот так вот. Смотрите что я творю. Давайте еще сюда. Главное чтобы он не попал нам в руку. Возможно он прыгать будет. Или что он будет делать. Да. Попал. Замечательно. Вот это была просто суперская битва. Ребята. Мы с вами видели трех персонажей. Интересно. А четыре персонажа будет или нет. Это реально сложная битва ребята. Потому что у него защита. Вы посмотрите. Он в принципе неплохо защитился. Я снова беру свое копье. Короче. Вот сюда. Куда-то мы сверху атакуем. Кто-то скажет что это читерство. А я скажу. Ребята. Это просто стратегия воблера. Смотрите. Сейчас мы палку высовываем. Снова супермен. Голову сюда. Вот так вот. Смотри вперед. Ты тоже видите куда ты летишь чувак. Так. Давай сюда настроим. Погнали. Главное не промазать. Пожалуйста. Нет. Я промазал. Надо еще ниже. У него нижняя атака была. Я проиграл. Ах ты злой чувак. Злой враг. Ну что. Мы поняли что у него нижняя атака. Значит нам высоко не надо ребята подниматься. Нам надо как-то высоко но не высоко. Средняя высокость должна быть. Средняя высота. Давай мы как-то вот палку еще выставим. Вот сюда. Чтобы мы точно могли его пробить. Вот сюда смотрите. Прям в головешку. Так. Ну все. Сто процентов мне кажется я попаду. Ну. Да. Прям в грудь. Отлично. Воблер фехтовальщик. Фехтун. Ребята. Третья битва пятнадцатого уровня. Вы посмотрите что этот враг задумал. Два копья. У него всего лишь открыта голова и туловище. Ну это будет легко мне кажется. Просто выбираешь высоту повыше. Потом выставляешь наше копье. Ну это не копье. Как-то по другому называется. Кто знает пишите в комментах. Давайте мы сюда выставим. И все. Смотрите. Победа воблера. Ну. Блин. Сломалась. Я промазал. Ах ты. Смотрите. Вообще крутой чувак. Такой. Довольный что нас победил. Как-то ребята я переоценил свои возможности. Вы посмотрите какой же он крутой. Блин. Ну чуть-чуть я как-то не достал если честно. Я думал что я с первого раза смогу его победить. А ну. Давай выставляем свою палочку. Мне кажется нормально я выставил. Ну. Давай же. Высота нормально. Пробуем еще разочек. На. Блин. Надо выше. Надо еще выше. Он просто все ломает. Вы посмотрите. Да иди ты отсюда. Блин. Хе-хе-хе. Танцует. Вот гад. Ребят. Смотрите как он танцует. Он радуется своей победе. Вот черт. Ну все. Мы с тобой сейчас разберемся. Да ребята. Я понял что высота должна быть очень большая. Потому что. Мое копье. Да. Ломается об его бронированную грудь. Мне надо именно в головешку попасть. Вот в чем вся беда. Надо брать выше. Ну все чувак. Ты меня так не возьмешь. Пробуем. Третья битва. Но. Промазал. Да что это вообще за дичь то такая. Как его одолеть. Я в шоке ребята. Я выберу наверное два топорика. Потому что два топорика лучше. Чем одно копье. Выставлю сразу как-то руки вниз. Смотрите. Вот здесь одна рука. Другая чуть повыше. Чтобы реально тут ничего не сломать. Но. Это должно сработать. Ну блин. Ну как же так то. Пробуем. Давай. У меня два топорика. Ну. Двойная победа. Да. Мы сейчас разберемся с этой статуей. Черепашки ниндзи бородатого. Это черепашка ниндзя в старости. Да. Разломали. Просто. Двойной дэмэдж. Ну что ж дорогие друзья. Я безумно рад. Что вы досмотрели ролик до этого момента. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok